Гулял с собакой по лесу и обнаружил охотничье ружье. Издалека Михаил Солопов принял его за палку. А когда подошел ближе, понял, что осенние листва скрывает огнестрельное оружие. Я думаю, может, какой охотник потерял. Охотников сейчас много, сезон охот открыт. Ну, как бы, чтобы никому не досталось. Может, кто ищет ружье, особо дети, чтобы они его не схватили, кого-нибудь не пристрелили, либо еще чем с ним не сделали. Поэтому позвонил сотруднику полиции. Оружие проверили по базам. Оно оказалось не зарегистрировано. То есть, у него нет владельца. Поэтому в ближайшее время ружье уничтожат. Это девятая находка сотрудников Росгвардии в этом году. Причем самая распространенная. Именно такие гладкоствольные ружья люди приносят чаще всего. Охотники ходят на охоту. Могут забыть, могут потерять. Оставляют около машины, собираясь уезжать. Уезжают, оставляют. Возвращаясь, не могут найти места. И таким образом оружие попадает в нелегальный оборот. То есть, теряется, а кто-то его другой находит, прячет, убирает. И таким образом незаконно хранит. За подобные действия предусмотрена уголовная или административная ответственность с серьезным штрафом. Поэтому незаконное оружие необходимо сдать в полицию или сотрудникам Росгвардии. За помощь в поддержании порядка предусмотрено вознаграждение и освобождение от ответственности. Гладкоствольное оружие, оно у нас идет по прескуранту 3000 рублей за одну единицу. И в зависимости от размера оружия, естественно, больше, больше, больше. То есть, гранатомет можно, если вдруг найти гранатомет, можно сдать за 10 тысяч рублей. Такие факты, естественно, бывали в Рызанской области. И автоматы, и гранатометы, то есть, там, снаряды, мины. То есть, все, что осталось, может быть, после Великой Отечественной войны где-то, тоже это подлежит сдаче, и за это полагается вознаграждение. Среди находок также бывают снаряды гранатометов и автоматы. Самое маленькое вознаграждение предусмотрено за патроны. Оно составляет 20 рублей. При этом были случаи, когда люди сдавали сразу по тысяче патронов. Предположительно, они остались после войны или учений. Чаще всего находят, как правило, в старых домах, то есть, там, в деревнях разбирают подвал, чердаки старых домов, делают ремонт, сносят. Предыдущие владельцы могли хранить оружие и на законных основаниях, но потом, переехав куда-то, могут забывать его, и теряется учет, теряется собственник. Получается незаконный оборот. Также сотрудники Росгвардии напоминают, что если у вас есть оружие, то продлять на него лицензию нужно не позднее, чем за месяц до окончания ее срока действия. Ведь хранение оружия без разрешения или с истекшим сроком влечет административную ответственность. А при повторном нарушении владелец будет лишен лицензии не менее чем на два года. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания «Город».